Умом и делом добиться признания Проникнуть в тонкости норм и законов Быть на страже основ правосудия Найти свой путь к идеалам порядка Стать героем важных персонал У меня первый вопрос вот какой 90% всех бесед с Кучериной, которые можно найти в сети, посвящены Сноудену Неужели? Да, вот так получается Поэтому про Сноудена, я надеюсь, получится, что не будет И вот первый вопрос А есть ли такой человек, даже не изныне живущих Не обязательно вообще, может быть, какой-то исторической ретроспективы Которого Кучерина не взялся бы защищать ни при каких условиях Нет таких Вы бы не отказались бы? Нет, я бы не отказался Дело в том, что, наверное, телезритель должен понимать, что речь идет о защите человека Мы не говорим о том, какое решение, какой приговор вынесет суд Человек, оказавшись в сложной жизни, ситуации, оступившись, нарушил закон Но это не значит, что на человека надо одеть кандалы и отправить его в Сибирь Ну, знаете, есть общее место такое в американских фильмах Почему-то в Америке много фильмов снимают про адвокатскую работу И про судопроизводство, у нас почему-то меньше Когда юрист, понимая, что его обвиняемый на самом деле совершил тяжкое преступление Ну, там, вплоть до убийства Тем не менее, делает все, чтобы человек ушел от ответственности И его подзащитный, зная на самом деле, что он виноват Вот такая моральная дилемма, она вообще существует для адвокатов Или это все киношные выдумки И адвокат должен делать свое дело, невзирая на, может быть, контекст, который ему известен Я вам так скажу, что вокруг нашей профессии очень много сплетен всяких и небылиц Вот перед вами сидит представитель российской адвокатуры И кто бы что ни говорил В любом случае, те действия, которые я совершаю как адвокат Представляя интересы человека В суде, на стадии следствия В любом случае, я ограничен исключительно рамками закона Безусловно, вы же можете мне задавать вопрос А мораль? А совесть? У судьи, например Либо у адвоката, либо у прокурора Так вот, я вам скажу, что касается морали и совести Это все остается на совести конкретного человека Судьи, адвоката, прокурора, следователя Понятно, что существуют определенные хитрые приемы И когда человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации А я бы так сказал, в психотравмирующей ситуации Ему очень сложно иногда понять, что с ним происходит И когда ему, с одной стороны, оперуполномоченный С другой стороны, прокурор Говорят о том, что надо признаться Надо сказать вот так вот И если человек, не прибегнув к квалифицированным услугам адвоката Соглашается с этим Тогда начинается действительно очень тернистый Сложный путь у этого человека Потому что неважно, кто придет Генри Везник, Падва, Кучерена Неважно, кто Невозможно что-либо изменить Потому что, как правило, нам говорят Слушайте, так он же сам написал А человек говорит, а мне куда деваться Если мне сказали, что если я это не подпишу Мне не изменят меру посещения На иную, другую Например, подписка о невыезде А куда мне деваться Я же не нахожусь в следственном изоляторе Понимаете, такие уловки бывают Но, слава богу, что в последнее время меньше таких уловок В последнее время это мы про какой период говорим? Я беру период пятилетней давности А что произошло в последнее время? Все-таки я должен сказать, что те же правоохранители Они стараются сейчас все-таки более аккуратно действовать Почему? А потому что больше появилось лобных мест Потому что все-таки общественность сегодня Она не дремлет И мы видим, что иногда те иные сюжеты Которые касаются прав и свобод гражданина Они часто появляются в сети интернет На страницах наших газет И любой оперативный работник Он прежде чем что-то сделать Он, наверное, будет оглядываться Есть ли камера где-то снимает Или кто-то на видео и так далее Это некий такой тормоз А мне кажется, что власти мужчины ничего не боятся И как раз сейчас с появлением благосферы Вот есть действительно инструменты для того Чтобы это как-то доносить до широких масс Скажем так Мне кажется, что, не знаю, как в других странах Но у нас, в России Человек боится только своего сословия То есть если он по понятиям ворует Но не больше, чем положено То ему нечего бояться никаких разоблачений сетевых Что касается власти имущих Я могу так сказать Что если власть не подконтрольна обществу То понятно, что в тиши кабинета Проще творить безобразие И вот то, что происходит с нами в последнее время Мы видим, что сегодня Да, идут определенные процессы оздоровления общества Но эти процессы очень сложны Мы не можем по повиновению волшебной палочки Улететь на 200 лет вперед Пройти путь, который прошла Америка и Европа А мы должны по этому пути Не обязательно Не обязательно Потому что когда нам говорят Что вот ту демократию, которую мы вам сегодня экспортируем Американская и европейская Это вот то, что нужно для счастья человека Это абсурд У нас есть свои традиции У нас есть свои обычаи Я не в буквальном смысле слова говорю О демократиях в тех или иных странах Я говорю о выздоровлении общества С точки зрения понимания роли человека Роли общества В части взаимодействия с органами государственной власти Вы прям как в суде сейчас говорите Да что вы Я просто Ну что вы Ну что вы Ну что вы Словить А вы мне перебили Я же хорошую мысль хотел сказать Да, продолжайте, да Я на ней акцент поставил Не перебил Да, давайте Я слушаю Я могу другими, конечно, словами сказать Вопрос На самом деле Что касается власти имущих и граждан Вопрос действительно важный Действительно актуальный на сегодняшний день Но этот вопрос невозможно решить Без понимания роли института гражданского общества Без понимания роли самого человека Потому что если сам человек будет вот так вот становиться Перед любым должностным лицом Он в состоянии боязни Он будет парализован И его разум тоже А у нас разве становится так? У нас, слава богу Уже нет того, что было там В Советском Союзе Так И Но в некоторых ситуациях Люди становятся так Вот казалось бы Когда человека останавливают Сотрудники ГИБДД Мы же иногда наблюдаем картины Когда человек выскакивает из машины И бежит к сотруднику ГИБДД Да Это что? Это что за явление такое? Это традиция Это сложилось исторически В Америке, если он выбежит из машины Он просто сразу получит пулю Пулю, совершенно верно В Америке надо сидеть в машине Держать руки на руле Совершенно верно Но у нас же это существует Это не традиция Это Конечно Где-то на каком-то генном уровне Может быть Поскольку мы Все-таки Больше 70 лет Жили в тоталитарном государстве Вполне возможно Что это Конечно Как бы осталось С тех времен Но опять же Если человек Который совершает какие-то действия И поступки Если у него нет чувства собственного достоинства Если он дрожит перед власть имущим Так скажем Условно даже То Это беда Это беда Наше общество Никогда Не сможет Созреть К такому уровню Где бы Действительно Мы были все равны Не важно Кто какую должность занимает Не важно Понятно Что социально равны Мы никогда не будем Это невозможно А что касается Прав И свобод человека То мы должны быть все равны Если мы Есть Извините Я вот сейчас перебиваю Есть хотя бы Одна страна в мире Где реально все равны Перед законом Вообще Нет конечно Это не значит Что задав мне этот вопрос Вы подавите во мне Желание Прожить до того времени Когда На планете Земля появится Страна Где все перед законом Будут равны Либо нужно будет Какой-то остров Выбирать на планете Земля Избирать там президента Избирать там правительство Где четко будет С нуля Будет понятно И политика этого президента И политика этого Правительства Где будут Они будут стремиться Чтоб все были равны Все одновременно ходят В столовую Все одновременно ходят В ресторан И так далее И так далее Вообще считается Что Русскоязычной культуре Присущ так называемый Судейский комплекс Что мы и сами себя Всегда судим И других осуждаем Вам это как адвокату Помогает или мешает? Вы знаете Я был бы наверное счастлив Если бы У некоторых правоохранителей Присутствовал Судейский Судейский Комплекс Как вы сказали Было бы неплохо Когда Человека Задерживают Когда человека Подозревают В совершении Правонарушения Либо преступления Его задерживают И при этом Тот кто его задерживает Он бы Хотя бы На какое-то мгновение Стал бы судьей И поразмышлял И взвесил бы все И действовал бы Не так Как они иногда Сейчас действуют А во что бы это не стало Быстренько От адвоката Спрятать Увести Чтобы кто-то Что-то не подсказал Чтобы он потом Не мешал следствию Устанавливать Истинную поделу И так далее И так далее Поэтому Если говорить О бытовом уровне Вы знаете Да Судить у нас любят Ну иногда шепотом Иногда Чтобы тот человек О котором судишь Чтобы он не слышал Но этот человек Все равно узнает Через Опосредован Через других судей Поэтому Это скорее всего Касается Не только нас Россиян Это касается Всех Живущих В мире людей Видимо Это Данность По-другому Я не могу сказать Она наверное Откуда-то берется С древних времен Вы знаете Про живущих В мире людей Все-таки В мире Есть масса людей Которые живут Допустим По законам шариата И допустим В этой модели Ваша профессия Вообще Не нужно Там адвокатов Не существует Там все Комьюнити Тут общество Решает Ну что называется По понятиям По закону Надо наказывать И как наказывать По внутреннему убеждению Да Ну и по традициям Вот Вы считаете Это справедливое устройство Если сравнивать Нет Это не справедливое устройство Безусловно С точки зрения С точки зрения Права и свобод Человек Это не справедливое устройство С точки зрения традиций С точки зрения обычаев Которые существуют В конкретно взятой стране То эти традиции И обычаи Мы должны уважать Так Что касается Тех законов Которые принимаются В этих странах То соответственно Эти законы принимаются С учетом Опять же Тех обычаев И традиций Которые существуют Поэтому получается Некая несуразица С одной стороны С одной стороны Мы хотим Чтобы безупречно Стаблюдались Права и свободы Гражданина Хотя с точки зрения Тех обычаев И традиций Которые существуют В этих странах Они считают Что Применение Допустим Там Палок Или там Других каких-то Методов По отношению К отступившему Человеку От Нарушившему закон Там Или Там Обычаи Традиции Какие-то Что это Более эффективная Мера Но Эти вопросы Опять же Должны решаться Самим Обществом Потому что То что мы Видим Сегодня То что происходит Так скажем В арабских Странах Мы видим Что в эти Страны Активно Америка Пытается Насаждать Демократию И Мы Мы Видим Что Те принципы Которые Работают С универом Штаты Америка Они не могут Работать В Сирии Они не могут Работать В других Страх А в России Они могут Работать Принципы Американской Демократии Да Нет Конечно Нет Конечно Частично Я Не Я не Я являюсь Тем Человеком Который Категорически Говорит Нет Я Всегда Стараюсь Вникнуть И понять Потому что Что-то Нам может Быть Приемлемо А что-то Нам может Быть И неприемлемо И мы Обязаны Нам Ничего Не должно Быть Приемлемо Как же Поговорка Что русскому Хорошо То немцу Смерть Это же Америка Не только И про немцев А вообще Про Это да Отчасти Это да Отчасти Но это Не значит Что мы Не должны С вами Что мы Не должны С вами Быть Думающими Людьми Мы же Прежде всего Думающие Люди Если мы Видим Что Вот Эта Модель Или Вот Этот Принцип Он Для нас Приемлем И мы Для себя Понимаем И находим Объяснение Почему Это Приемлемо Почему Мы Должны Отвергать Это Почему Если Мы Видим Что Та Модель Которая Сегодня Предлагается Эту Модель Не Воспринимает Население Эта Модель Неприемлема Именно В этих Конкретных Исторических Периодах Развития Современной России Но мы Должны Согласиться Что Это Неприемлемо Значит Соответственно Власть Которая Должна Принимать Законы Власть Которая Должна Заботиться О Населении Безусловно Она Должна Учитывать Все Плюсы И Как же Она Может Заботиться Население Когда Вы Сами В Одном Из Интервью Рассказывали Что Ваши Знакомые Становятся Чиновниками Или Занимают Какую Важную Позицию После Этого Перестают Сразу Быть Душевными Людьми Они Становятся Сразу Это же Закон Наверное Не только Работающий На нашей Территории Это вообще Присуще Когда Он Приобретает Власть Он Утрачивает Человечность Ну Это такая Проблема Есть И Это Даже Не Сам Человек Виноват Это Виновата Система Я Достаточно Много Лет Преподаю В Московском Государственном Юридическом Университете Имени Легменчик Кутафина И Я могу Вам Сказать Что Те Студенты Которые Начинают У меня Учиться Которые Проходят Какой-то Путь Как Студенты Дальше Приходят На Кафедру Занимаются У нас Пишут Дипломную Работу А дальше Они Уходят В Правоприменительную Практику И Теория Помогает И Мы Иногда Встречаемся Я Многих Уже Не знаю Но Они Сами Подходят Судья Они Становятся Другими И Я Интересовался Почему Ну Почему Мы же Вам Давали Хорошее Знание Вы же Были Довольны Мы С вами Проводили Дискуссии Какие-то Спорили В этом У меня Двойки Получали А в Пятерки А Ответ Очень Простой Система Система Потому Что Что Бо Ни Говорили Есть Правоприменение Есть Конкретный Правоохранительный Орган Есть Конкретная Государственная Структура И Когда Человек Приходит Работать Туда Он Становится Одним Из Винтиков Этой Системы Хочет Он Этого Или Не Хочет Хорошо Когда Эту Условно Систему Или Пост Систему Возглавляет Порядочный Честный Человек Который Всегда Говорит Он Начинает Свой Рабочий День С того Что Уважаемые Господа Юристы Не важно Следователи Прокуроры Там Или Судьи Вы Должны Помнить Что Для вас Самое Важное Это Не Нарушать Права И Свободы Человека Я Понимаю Что Давая Интервью Это Проще Простого Сказать А Будучи На Практике Это Очень Сложно Выполнить Даже Не то Что Сложно Просто Многие Не Думают Об Этом Не Думают Потому Что К сожалению Сама Система Перемалывает Всех Потому Что Есть Так Назаваемые Показатели Есть Так Назаваемые Палки И так Далее И так Далее Мы про отчетность Сейчас Говорят Конечно Так В этом И проблема И Иногда Шепотом Мне Некоторые Руководители Говорят А что Я могу Стих А как Отчеты Дальше Как Я буду Отчитывать И так Далее И так Далее И так Далее И Эта Проблема Колоссальная Это Не потому Что Там Работают Плохие Люди Нет Да Потому Что Они Вошли В Эту Воду И Они Плывут Так Как Плывет Течения Ухабисто Волнисто И так Далее Ну Вот Мы Сейчас Все Таки Говорим Об Каких То Общих Вещах И Мне Без Иллюстрации Без Примеров Достаточно Сложно Иногда Понять Вот Ваши Ваши Тезисы Поэтому Я думаю Что Во Второй Части Нашей Беседы Мы Перейдем Как Б Конкретным Примером И Больше Будем Говорить Не Про Систему А Про Кучерен Если Вы Не Возражаете Пожалуйста Есть Что Сказать Про Меня Пожалуйста Мне Что Спросить А Мне Кстати Говорили Что Кучерен Ни Чай Ни Кофе Не Пьет Ну Не Любит Где Где-то Полтора Года Вот Где-то Неделю Назад Стал Пить Чай А Когда Начал Сбрасывать Вес То Я Ни Чай Ни Кофе Вообще Не Пил Как же Говорят Вес Брасывать На Бород Чаи Ничего Ничего Подобного Ничего Подобного Когда Сбрасываешь Вес Каждый Для себя Определяет Методику Это Даже Не Диета Это Просто Нужно Изменить В голове Отношение К Многим Вещам В том Числе Продуктам Питания В том Числе Там К Определенным Другим Обстоятельствам Что Может Влиять На Обжорство И Только Тогда Вероятно Возможно Прийти В форму Я Сбросил Минус 32 Килограмма То есть Обжорство Конкретному Юристу Легче Сказать Нет Обжорство Чем Сей Системе Юридически Сказать Нет Коррупции Да Конечно 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 Отдельно Взятому Юристу Проще Это Сделать Чем Сказать Нет Системе Что Система Может Быть Но Она Должна Катиться По Другим Рельсам И Чтобы Мы Не Говорили Чтобы Мы Не Делали Я Понимаю Есть Правила Есть Традиции Есть Задачи Борьбы С Преступностью Есть Задачи Про Диету Интереснее А Чем Юристы Обжираются Что Они Такого Обычно Сладкие Сладкие Да Вот Иногда Просто До безумия Хочется Что-то Съесть Торт Я не знаю Там Что-то Такое Я не знаю С чем это Связано Как говорят Что не хватает Чего-то В организме А вот Когда Стал Худеть Мне Очень Не хватало Потому Что Я Исключил Сахар Я Исключил Торты Ну Могу Конечно Иногда В выходные Себе Позволить Тортик Съесть Так В последние годы Я Одним Хотелось Быть Вот Космонав Мы сидели Брат И сестра Мы рассуждали Кто кем будет И Уже У нас Гагарин Был запущен В космос Это уже Где-то Семидесятые Годы И Эта тема Была Очень Популярна И Мы Рассуждали Кто первым Из нас Полетит В космос Я Или Брат Ну Сестра Тогда Маленькая Была И Это была Тема Очень Интересная Очень Интересная Но В итоге Конечно У меня Что-то Было Видимо И В детстве Поскольку У меня Всегда Было Если Так Можно Сказать Обострено Чувство Справедливости Я Никогда Не Понимал Как Люди Могут Драться Между Собой Есть Слово Я Тогда Не Знал Что Такой Диалог Когда Маленьким Был Но Я Всегда Считал Что Можно Всегда Договориться По Крайней Мере Мои Покойные Родители Они Всегда Нас Учили Тому Что Мы Предельно Должны Быть Корректными Передельно Внимательны Другим Людям Это Я Никогда Не Забуду А Родители Кем Были Простые Мать Была Инвалидом Второй Группы До Этого Она Работала Прошла Войну Голод Прошли В школу Она Не ходила Соответственно Образование Не было Никакого У папы Было Четыре Класса Образования У моей Мамы Было В семье 13 Детей Двое Погибли На фронте Ее Два Брата И ее Маминых Брата Поэтому Несмотря На это И может Быть Даже Благодаря Этому Хотя Моя мама Не видела Да Можно Сказать То Что Сегодня Мы Можем Увидеть Потому Что Было Настрой Детей У нее Было Было Очень Трудное Детство Поскольку Достаточно Много Детей Было У нее В семье И Конечно Я очень Сожалею Что Мама Ирана Достаточно Ушла Я так Понял Что Все Так Она Тяжело Переживала События Которые Приднестровья Приднестровья Она Проходила На фоне Этих Событий На фоне Этих Событий Да И Она Умерла Как раз Практически В тот День Когда Уже Получается Что Родная Деревня Кучерена Сейчас Заграница Правильно То есть Это Вот Туда Просто Не поехать Там Виза Сейчас Нужна Или Нет Виза Не Нужна Виза Не Нужна Я Никогда Не Думал И Честно Говоря Очень Верю В то Что Для Мне Это Никогда Не Будет Заграница Что Мне Не Нужно Будет Ити В посольство И Получать Сейчас Даже Не То Что Амбиции Я Не Хотел Этого И Очень Надеюсь На Здравых Политиков Которые Сегодня Находятся У власти В Молдове Кишиневе Понимаю Там Очень Сложные События Сегодня Я Тоже Переживаю Поскольку У меня Там Сестра Живет Брат Тоже Отчасти Там Живет Отчасти Здесь Поэтому Я Очень Надеюсь Отчасти Там Отчасти У него Бизнес Он Бизнес Занимается Поэтому Ему Приходится Ездить Молдова Россия Германия А врат Толин Не Крышует Не Помогает Нет Я Не могу Крышевать Поскольку Он Знает Мои Позиции И Он Достаточно Добросовестно Относится К своей Работе Поэтому И То Чем Он Занимается Это Что За Фамилия Кучерена Это Достаточно Редко Мне Очень Редкая Фамилия Мы Пытались Тоже Извечать И Дошли Мы До 17 Века Ух ты Еще До Конца Мы Не Дошли До Самой Истины Но Есть Очень Интересные Ответления От Папиного Рода И Мамина Рода Где Где Цепочка Теряется И Надеюсь Что Ближайшее Время Я Смогу Получить Это Вот Так Она Вот Такая Толстая Родословная Родословная Да И Я Смогу По крайней Мере Понять Откуда Мы Все Таки Взяли Мне Это Очень Интересно Работают Несколько Человек В Архивах Которые Собирают Эту Информацию Я слышу Люди Работают Обратил Внимание Что Здесь Еще Целость Шаржи Есть Еще Люди Работают Шаржи Пишут Или Это Стихийно Сложилось Коллекционирование Вот Я Просто Люблю Шаржи На Себе У У Слишком Серьезная Профессия Иногда Шаржи Помогает Взглянуть Мне Немножко По-другому На себя И На то Что я Делаю А самому Рисовать Приходилось Что-нибудь Пытался Но Не получилось Видимо Не дано Видимо Не дано Гану Разруливает Конфликты Насколько Я понимаю Легенда Гласит Что Даже Когда На дембель Отправляли Толю То Описали Анатолий Григорьевич Что-то Такое То есть Уже Был Авторитет Человека Который Умеет Разруливать Вопросы Вот Про армию Немножечко Можно Сказать Кавыш Армия Это Место Где Разрулив Вопросы Приходится Изначально Где Куется Характер Да Нельзя Говорит Если Молодой Не побывал В армии Значит Ему Дальше В жизни Будет Тяжело Или В тюрьме Тоже Школа Тоже Школа Но Я могу Сказать Что Армия Для меня Конечно Много Дала Потому Что Так Получилось Что Я Сначала Призывался В погранвойска И Потом Мне Почему-то Обратно Вернули Домой Я Перебор Не знаю Чем Напускай Если Перебог Хотя Я уже Был На признанном Пункте Но Почему-то Меня Отправили Какие Эмоции Когда Вдруг Тоже Приготовил Два Тяжелые Меня Вернут И Меня Десят Вернули Полгода Значит Соответственно Еще Полгода Как бы Оттягивается А я Хотел Сразу Как бы Ну Раз Призывали В армию Я Хотел В армию Пойти У нас Как бы И мысли Не было У кого-то Из моих Родных Близких Что Нельзя Ити В армию Хотя Тогда Уже Была Афганская Война Я Призывался В 79 Году И Там Уже У нас Как У нас Когда В армию Уходит Молодой Человек Там У нас Проводы Это Все Серьезно Это Все Там Настолько Все Провожают И Столько Слов Говорят И так Дальше И Меня Вернули Я Полгода Там Еще Работал Где Родители У меня Жили И Через Полгода Мне Призывали В армию В 79 Году В Мае В апреле И Соответственно Отправили Меня В ракетные Войска Сначала Отвезли Нас Капустин Яр Астраханская Область Поездом Мы Прибыли Туда Какое-то Время Я Находился Там Около Месяца Где-то И Оттуда Меня Отправили В город Аральск А За счет чего За счет Умения Действительно Улаживать Как-то Конфликты Словом Без Без Насилия То есть Адвокатские Такие Прихваты Работали Тогда За счет Чего Авторитет Формировался Армейский Не знаю Характер Это Какой Характер Какой У меня Характер Ровный Бывает Иногда Что Хочется Очень Вспылить И Могу Вспылить Не понимаю Как Хочется Вспылить Либо Человек Вспылил И Себе Подавляет А что Значит Хочется Вспылить Я Этого Не Понимаю Ну Это Значит Я Подавляю Себя Понятно А Вот Когда Последний Раз Приходилось Из себя Выходить Кто Довел До Какой Точки Ну Так Я Как Таковую Статистику Не Веду Но Конечно Бывает Иногда Но У меня Есть Хорошее Правило Если Начинаю Кипеть То Я Прячусь В отдельную Комнату Хорошо Когда Есть Куда Спрятаться Ну Это Кстати Очень Важно Это Кстати Очень Важно Потому Что Ведь Можно Наломать Дров Бывают В жизни Иногда Непредвидные Обстоятельства И Бывает Что Даже Те Действия Которые Совершаются Некими Людьми Очень Опять Общего Хочется Примера Какие Людьми Я Делаю Что Я Делаю Адвокат Ну И что Вы же Должны Меня Понимать Что Я Не Вправе Разглашать Фамилии Своих Доверителей Адвокаты Они Очень По-разному Некоторые Адвокаты Допустим Они С Доверителями Как Вы Называете Всегда Держат Дистанцию А Некоторые Наоборот Сходятся Начинают Потом Ну После Завершения Моим Доверителем И доверительницей Является Женщина Нет Не Обижаю Допустим Я не знаю Вы Дружите С Семьи Допустим Я не знаю Кто из Таких Имений Уважив Очень Много Имени С Кобзоном Допустим Вы Там Дружу Нелли Знаете Нелли Всех Челов Семьи Знаю Вы Остались Друзьями Хотя Уже Я Не Являетесь Не Представляете Интересы Не Представляю Интересы Но Разве Это Плохо Нет Это Другой Подход Я не Говорю Что Это Плохо Когда Я Работал По Делу Я Не Могу Скаж Что Мы Были Друзья С Давыдовичем Или С Никитей Сергеевич Михалков Но В процессе Работы Когда Мы Остались В Нормальных Сельских Отношениях Потом Меня Стали Приглашать На Какие Семейные Праздники Мы Стали Дружить Это Разве Плохо Отлично Это Сразу Такая Реакция Нет Нет Я Не В том Смысли Я В Принципе Сам Всегда Говорил О том Что Адвокат Прежде Сего Должен Сделать Свою Работу И Определенную Грань Он Не Должен Переходить Но Если К Адвокату Нормальные Отношения Адвоката Приглашает Куда Тоже После Того Как Он Завершил Но Почему Адвокат Должен Отказываться Ничего Плохого Нет Вы Начинаете Оправдывать Вы Как Ударение Сделали Вопросе Что Потому Что Мне Просто Интересно Было Как У вас С этим Сказывается А Вот Допустим Ситуация Сергей Федорович Лисовский Да Вы Читаете Видите Какой Сюжет По Телевидению Читаете Что То О Нем Ну Скажем Компрометирующее Вам Приходит В голову Позвонить Ему И Допустим Как Вы Сергей Там Или Сергей Тоже Что 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 Ему Посоветовать Или Вы Ждете Когда Он Обратится Я Могу Позвонить У нас Хороший У нас Прекрасное Отношение Я Сергей Зачал Еще Я Помню Это Дело Так Здорово Ведь На самом Деле Адвокат Должен Гордиться Тем Что Помнят Его Поступки Его Дела И так Далее Мне Кажется Это Важно Поэтому Вот Проигрыши Ведь Были Не Бывает Так Что Только Побед На счет Ну Конечно Бывает Что Дело Проигранное Отношение С Доверителем Хорошие Тем Не Сложились Сложно Припомнить Я могу Сказать Что Я Всех Своих Доверителей С Профессии С 93 Года И По Сегодняшний День Я Всех Помню И Ни С Одним Из Доверителей У меня Никогда Не Было Плохих Отношений Потому Что У меня Есть Золотой Принцип Если Я Не Могу Помочь Доверителю Реально Реально Не Могу Помочь Неважно По Каким Причинам Я Соответственно Честно Скажу Я Никогда Не Возьму Дело Понимая Что Оно Проигрышное И Я Никогда Его Не Возьму И Не Буду Говорить При Этому Что Вы Знаете Я Все Сделаю Не Волнуйся Все Будет Хорошо Я Потому Что На Адвокате Лежит Очень Большая Ответственность Потому Что Человек Который Приходит К Адвокату Естественно Не Имеет Высшее Юридическое Образование Естественно У него Нет Опыта И Он Конечно Адвокату Доверяется Если Адвокату Доверяется Значит Он На него Смотрит Как На Бога У Адвоката Должны Быть Внутренние Силы Если Он Видит Что Силы Сказать Об этом Не Отказать А Сказать А Неужели Не Бывает Так Что На Каком То Итате Кажется Что Сделал Можно Справиться А Потом Ход Развития Как То Меняет Оценку В том Числе И Собственных Возможностей По Дан Дену Как Единственное Что Может Сказать Что Он Может Гарантировать Качество Своей Работы И Не Болю Это Качество Качество Работы Складывая На финал Из Его Профессионализма Из Его Личных Качеств Из Его Умения Погружаться Изучать Иногда Многотомные Уголовные Дела И Соответственно Общение Со Своим Доверителем Это Самый Важный Вопрос Потому Что Если Адвокат Который Берет Дело Он Читает Его Или Не Читает Потом Делает Вид Что Он Прочитал Дело Потом Говорит Своему Доверителю А вы Знаете А вам Еще Одну Бумажку Не Привезли И Так Далее И Так Далее То Это Влияет Безусловно На Качество Его Работы Поэтому Здесь Очень Принципально Важно Есть Киты Которым Меня Обучали Мои Учителя В том В частности Генн Ваш Резник И Виктория Федотова Это Мама Михаила Александровича Федотова Нынешнего Советника Президента Российской Федерации И Они Меня Всегда Учили Что Самое Важное Когда Адвокат Принимает Поручение На Защиту Самое Важное Быть Всегда Предельно Честным Не бояться Сказать Нет Мы Не Волшебники Потому Что Когда Я Беру Дело Человек Возлагает Надежду Что Раз Я Взял Тем Более Когда Есть Имя Когда Ты Чего То Добился В Жизни Конечно Любой Человек Он Считает Что Если Я Приду К Такому Человеку К Такому Адвокату То Я Точно Решу Эта Проблема А Не Так Потому Что Еще Раз Говорим Мы Не Волшебники Мы Работаем В реальной Действительности И Если Человек Который Оступился Он Совершил Правонарушение Либо Преступление И Его Государство Через Своих Опричников Привлекает К Уголовной Ответственности То Наша Задача Оказать Ему Квалифицированную Юридическую Помощь Я Понимаю Что Вы Устали Слышать Я Просто Узнак Слышал Слово Опричники Которые Не являются Термином Юридическим Чтобы Под конец Хотя бы Сумел Немножечко Из этой Вашей брони Юридической Вас Чуть-чуть Я Ни одного Снова Не сказал Юридического Нет Формулировки Все были Такие Как Во всяком Случа У телезрителей Я думаю Не только у меня Ассоциируются С правильной Грамотной Адвокатской Речью И за это Вам Отдельное Огромное Журналистское Спасибо Пожалуйста Обращайтесь Теперь точно Обращусь Не дай бог Конечно Я знал Кто будет Брать у меня Интервью Поэтому Я был Абсолютно Спокоен Боялся Конечно Каверзных Вопросов Умеет Правильно Задавать Вопросы Для того Чтобы Получить То Что Хотелось Ему И что Важно Наверное Для телезрителя Поэтому Я чувствовал Себя Абсолютно Раскованно И По крайней мере Старался Быть Предельно Откровенным Отвечая На те вопросы Которые Были Заданы Покидая Вашу Передачу Пойду Творить Чудеса У меня Будет Я думаю Сейчас Посещать Еще раз Муза У меня Хорошее Настроение Поэтому Спасибо Вам